Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 714, второй том. Моя мать старенькая, живет в деревне. Где и как ей исповедоваться и причаститься? В Бога веруют и молятся дома. Ответ Игнатия Лапкина. Если ваша мать серьезно заболеет, живя в этой же деревне, где нет врача и больницы, вы повезете ее в город, чтобы спасти. В одной из метельных зим моя мама опасно заболела в Потеряевке, когда здесь был всего один дом, а врач находится за 10 километров на урывке. Сын ее, Павел, уложил маму в сани и по бездорожью, по сугробам отправился за здоровьем. Лошадь проваливается по пузо и, наконец, останавливается. Он освобождается от лошади и впрягается сам в нескончаемый путь. Моя мама, Мария Егоровна, исповедовала Бога по старообряческому научению белокринитской иерархии. Она прожила 86 лет. Она так сильно болела, что ей врачи запрещали проходить более 30 метров. Но она постоянно ездила исповедоваться и причащаться в Барнаул за 150 километров к попу Николе Думнову и никогда такой вопрос не ставила, как вы. Здесь же, дома, ее родной законный сын, протерей Иоаким, ни в чем не нарекаемый от нее, никогда, ни единого раза не сказал ей, чтобы она исповедовалась и причащалась у него. Он священник Русской Православной Церкви за рубежом. Но с благоговением и осторожностью переправлял ее в метель на поезде. Она же сама со своей очень скромной пенсии, думаю, что откладывала не только десятину. В таком преклонном возрасте, больная, она добивалась того, чтобы сын Павел, мой брат, у которого она жила до самой смерти, выделял ей участок земли, где она высеивала морковь и другую живность, в кавычках. Мама, зачем тебе это нужно? У нас же дом полная чаша, и ты, хозяйка всему, бери, сколько тебе надо. Нет, сыночек, Бог любит принимать от праведных трудов самого человека. Как же я поеду к отцу Николе с пустыми руками? Там у него столько бабушек, у которых ничего нет, а они меня ждут, принимают, как родную. Нет, Пашенька, не обижай меня. Выдели мне участок, а я своими руками его одолею. Зачем мне искать литературных героев, когда они живут рядом со мною и светятся небесным сиянием? Ангел же Господень считает и шаги. Какой путь ты проделаешь ради имени Иисусова, ради спасения своей души? Сегодня же отвезите свою мать к ее духовному наставнику и отцу. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.